Здравствуйте! В эфире программа новостей на телеканале Обнецк ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розуаев. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Владислав Шапша призвал руководителей всех уровней не снижать стемпы реализации национальных проектов. Темы, которые обсудил с журналистами Анатолий Артамонов на пресс-конференции. Вышки двойного назначения. Зачем и с какой целью они устанавливаются в Первом Наукограде? Спорт высших достижений. Многое горизонты ургинских волейболистов. 1 марта в Калуге губернатор Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Канязев в режиме видеоконференции провели координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов региона. Речь шла о реализации национальных проектов в области в 2020 году и приоритетных задачах по достижению целевых показателей в текущем периоде. Мероприятия нацпроектов направлены на достижение национальных целей по сохранению здоровья и благополучия населения, созданию возможностей для самореализации и развития талантов, комфортной и безопасной среды для жизни, эффективного труда и успешного предпринимательства, а также цифровой трансформации. Отмечалось, что в рамках нацпроектов на территории области в прошлом году осуществлялись мероприятия 53 региональных проектов. Общий объем бюджетных средств на их реализацию составил около 23,5 миллиардов рублей. В 2021 году в Калужской области реализуются 44 региональных проекта. В том числе заключены соглашения по двум новым – создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами и патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Общий объем финансирования на 2021 год составляет свыше 13,5 миллиардов рублей бюджетных средств. В целом, положительно оценив ход реализации в регионе национальных проектов, Игорь Князев обратил особое внимание на необходимость решения вопроса обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, скорейшего перевода школы региона на односменный режим обучения, а также активизацию работы по расселению граждан из ветхого жилого фонда. Владислав Шапша отметил важность эффективного расходования средств, выделенных на реализацию национальных проектов, в том числе их своевременного освоения. Глава региона также обратил внимание руководства Министерства природных ресурсов и экологии области на качество реализации проекта по мониторингу качества атмосферного воздуха. В частности, губернатор интересовала, насколько эффективно работают в регионе датчики мониторинга воздуха и есть ли возможность у жителей области отслеживать ситуацию. По информации исполняющего обязанности регионального министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипы, в прошлом году в области работало 17 станций мониторинга, но в настоящее время из-за несублюдения ряда требований их работа временно приостановлена. Глава региона назвал такую ситуацию неприемлемой. Если стоят станции оперативного мониторинга, то люди должны в этом же режиме иметь доступ к этим датам, чтобы не было никаких поводов распространять недостоверную информацию и сомневаться в том, какого качества воздуха мы дышим. Это раз. А второе, если действительно возникает какие-то нарушения, чтобы мы с вами могли оперативно реагировать на них. Владислав Шапша поручил руководству профильного министерства в ближайшее время наладить работу станции мониторинга атмосферного воздуха и чтобы до конца марта система начала работать. Подводя итог совещания, губернатор обратился к руководству Министерства ведомства региона и призвал их приложить максимум усилий, чтобы в текущем году продолжить эффективную работу. В целом, действительно высокие результаты работы по реализации национальных проектов. И я хочу вас попросить в этом году приложить все усилия для того, чтобы темпы не снижать. Задачи не менее амбициозные, чем в 2020 году стоят. И от всех нас зависит, насколько эффективно, быстро и качественно, и в срок они будут реализованы. В минувший понедельник председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов провел пресс-конференцию для представителей средств массовой информации Калужского региона. О том, как прошел первый год работы сенатора, узнала Кристина Забожко. Напомним, что после отставки с должности главы Калужской области Анатолий Артамонов возглавил Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. С того момента прошел год. И 1 марта сенатор рассказал калужской прессе о том, как проходила его работа в 2020 году, в котором главным вызовом времени стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Учитывая, что проекты законов рассматриваются изначально, но вообще-то говоря параллельно и в Думе, в Совете Федерации, у нас много возникало различных вопросов, когда нужно было согласительные процедуры проводить. Могу сказать, что мы всю эту работу провели спокойно, в спокойном режиме. На протяжении всего минувшего года, выдавшегося непростым, предпринимались дополнительные меры поддержки здравоохранения, бизнеса и населения. Реализация этих мероприятий позволила не только не допустить рост заболеваемости COVID-19, но и избежать неблагоприятное развитие событий на рынке труда. Отвечая на вопрос о том, что считается главным достижением Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в 2020 году, парламентарий отметил, что по его инициативе осуществлялись меры по повышению мотивации регионов к самодостаточности, собственной финансовой обеспеченности. С данной идеей Анатолий Артамонов выступал на протяжении всего предыдущего десятилетия. Могу вам сегодня с удовлетворением говорить, что именно в течение этого года удалось достигнуть решения к министерствам финансов, к тому, чтобы вот эти регионы, которые становятся, как мы их называем, регионами-донорами, не применялись, чтобы к этим регионам вот те, по сути дела, санкции, и чтобы не было такого, что они тут же лишаются различных трансфертов, субсидий, поддержки на решение тех или иных задач, которые вот в стране, по инициативе правительства или президентам, депутатам, сенаторам реализуются. Кроме того, сенатор проинформировал о том, как ведется работа по противодействию серой заработной плате, а также совершенствованию регулирования производства алкогольной и табачной продукции, так как появляются продукты контрафакта на полках торговых объектов. «Есть у нас регионы, которые балуются здесь, в этой сфере. И такой неучтенный спирт, из которого потом и в гаражах, и где угодно разливают этот суррогат. Мы приняли решение, что мы увидели. Заводы загружены на 10-15 процентов, и они почему-то вдруг все работают нормально, у них экономика складывается. О чем это говорит? Никаких только не 15 процентов. Конечно же, ночью без всяких счетчиков спирт разливают, и за счет этого живут». Было принято решение. Если такое предприятие загружено на менее чем 75 процентов, то оно будет остановлено. Что касается самого разлива алкогольной продукции, то закон обязывает всех производителей данного вида товара ставить акцизную марку. Продажа спиртосодержащего продукта может осуществляться только при наличии лицензии на реализацию данной деятельности. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Некоторые обнинцы обратили внимание, что на улицах города, на Гурьянова, Гагарина, Звездной, проспекте Маркса стали появляться вышки, предположительно, сотовой связи. Вопросы «зачем?», «кто устанавливает?», «кто разрешил?» не заставили себя ждать. Наши коллеги нашли ответ на этот и другие вопросы горожан. «Вышки устанавливают вместо фонарных столбов около дороги», рассказал замглавы администрации по вопросам управления делами. Эти опоры двойного назначения. На них будут размещать и уже размещают оборудование операторы сотовой связи. Заодно будут крепиться осветительные приборы. Собирали операторов и предложили им такой вариант, чтобы не получилось так, чтобы появлялись вышки МПС отдельно, Билайна отдельно, ну и тому подобное. Теперь они из структурного оператора предлагают, который непосредственно устанавливает такие вышки и предлагает другим операторам разместить свое оборудование на них. Как правило, столбы уличного освещения расположены на достаточном удалении от жилых домов, так что для жителей безопасно, отмечает Геннадий Ананьев. При необходимости вышку двойного назначения просто установят вместо фонаря. Было несколько случаев. Специалисты горэлектросетей предлагали место установки, чтобы решить проблему недостаточной освещенности, отмечает заместитель главы администрации. Операторы обращаются в управление архитектуры. Там изучают вопрос подробно. Можно в этом месте разместить столб? Нельзя. Если речь о микрорайонах, которые только застраиваются, надо учесть возможность в дальнейшем вести жилую застройку. В силу того, что прием наши потребители интернета хотят более скоростной, более быстрый, многоэтажные дома, они перекрывают зону предоставления интернет-услуги. Столбы связи должны будут располагаться более близко. И мы, наверное, такие же с вами пользователи. Мы хотим, чтобы в каждом уголку, независимо, где ты находишься, интернет был скоростной. А не просто он предоставлялся для того, чтобы отослать, грубо говоря, небольшую смс по веб-сайту. Столбы предоставляются операторам в аренду, подчеркивает Геннадий Ананиев. Таким образом, у городского руководства есть возможность ситуацию контролировать. Что-либо менять, возникнет такая необходимость. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ 27 февраля в Обнинске завершились всероссийские соревнования по пляжному волейболу среди молодежи на Кубах губернатора Калужской области. В этот же день в школе имени Савина компания «Сентек» и волейбольный клуб «Обнинск» подписали соглашение о сотрудничестве. В Обнинске в течение недели проходил молодежный турнир России по пляжному волейболу на Кубах губернатора Калужской области. Соревнования организованы на базе школы Олимпийского резерва Александра Савина. Для участия в них приехали 40 лучших волейбольных пар со всей страны. Замечательно, что этот турнир уже является традиционным. Замечательно, что сюда приезжают спортсмены из многих регионов России. И все это служит, безусловно, популяризацией спорта в нашем регионе, в стране, узнаваемости данного турнира. В связи со сложной эпидемической ситуацией соревнования проходили без зрителей. Участников состязаний приветствовали почетные гости. Я хочу всех поздравить и тех, кто принимал участие, и тех, кто победил в этом прекрасном соревновании. И прежде всего я хочу поздравить город Обминск, потому что это счастье иметь такую спортивную школу, это счастье иметь таких воспитанников, это счастье принимать такие сильные команды со всей страны. Волейболисты Наукограда в очередной раз продемонстрировали интересную игру и отличные результаты. Победителями среди девушек была признана пара Арина Режновой и Елизаветы Лутковой. Среди юношей чемпионами младежного кубка стали Дмитрий Веретюк и Денис Шукунов. Волейбол в Обминске – это спорт номер один в нашем клубе. Как вы знаете, в Обминске выросли олимпийские чемпионы. Сегодня у нас есть олимпийские чемпионы уже нашей юношеской олимпиады, есть чемпионы Европы, по молодежи. По пляжному волейболу у нас очень большие успехи. В рамках проведения соревнований состоялось подписание партнерского соглашения между Обминским волейбольным клубом и компанией «Синтек». Предприятие берет на себя финансовую поддержку развития клуба. Все вы знаете, что наша компания традиционно поддерживает спорт в нашем городе и в Калужской области в целом. Сегодня надеюсь, что подписание этого соглашения – это путь к многолетнему сотрудничеству и, конечно же, к новым свершениям и победам волейбольного клуба Обминск. Волейбольный клуб Обминск – только вперед! Группа компании «Синтек» на протяжении многих лет оказывает спонсорскую помощь спортсменам самых разных направлений – дзюдо, кудо, шахматы, лыжные гонки. В этот день список пополнил волейбол. После заключения соглашения можно с уверенностью говорить о выходе обминского волейбола на новую ступень спорта высших достижений. Елена Филина, Дмитрий Глухов и Сергей Мокрецов. Обминск ТВ. В соответствии с планом основных мероприятий Калужской области по гражданской обороне, предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в Обминске, 3 марта будет проводиться проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен, выносных акустических устройств и комплексной системы экстренного оповещения населения. Проверка будет проводиться с 9.30 до 11.00. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обминск Онлайн, Facebook, Вконтакте и на страничке в Instagram, а также на нашем YouTube-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.